Всегда быть верными своему отечеству и юноармейскому братству. Соблюдать устав юноармии. Быть честными юноармейцами, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Первая присяга. В строю командиры школьных юноармейских отрядов. Как говорят они сами, кто-то пришел из интереса и патриотических чувств. А есть те, кто намерен связать свою жизнь со службой в армии. Я думаю, юноармейцы сегодня приняв присягу, будут следовать ей, как честному слову, которое они с детства приучаются давать и не подводить друзей, товарищей. Я думаю, что они будут достойной смены и призывное время, когда понадобится встать в ряды вооруженных сил. И достойно будут нести честь и славу города, воинской славы. На кителях значки с новой эмблемой. Движение под аналогичным названием существовало во времена Советского Союза. До этого момента в городе-курорте действовали патриотические клубы. В каждой школе проходили смотры строя и песни, соревнования до призывной молодежи. В городском управлении образования говорят, что с перезапуском юноармейского движения число таких мероприятий вырастет. Вырастить патриотов. Самое главное. Малые родины патриотов России, патриотов в краю. Вот и основная задача. У подполковника запаса Игоря Лехова за плечами два десятка лет службы. По его словам, возрожденная юноармия, по сути, начальная школа для будущих сержантов, младших командиров. Юноармейцы, обладая начальной подготовкой, будут получать соответствующие рекомендации. Юноармия нам нужна для того, чтобы, как вы знаете, срок службы идет один год. Ребят надо готовить к службе в армии. И, по сути, те, кто вступают в юноармейские движения, они, приходя уже в воинские части, они становятся командирами отделения и замкомандирами изводов. В военкомате дано указание все юноармейцы, которые вошли. У них стоит отметка в их них приписанных, что они юноармейцы уже. Пока движением в Анапе охвачено около 300 подростков. Теперь уже командиры будут принимать присягу в своих школах. В той или иной форме в движение планируется привлечь как можно большее число юных анапчан.